Для самолётов этой модификации время набора новой высоты. 16 многоцелевых истребителей МиГ-29СМТ будут построены и переданы военно-воздушным силам России до конца 2016 года. Боевая машина, в фюзеляже которой отлично прослеживаются черты семейства истребителей КБ-МИГ, обладает большими функциональными возможностями. Намного шире номенклатура современных систем вооружения, которые она может нести. А модернизированный самолёт стал ответом на новые задачи, которые ставятся перед отечественными ВВС. Задачи, которые сегодня решает самолёт МиГ-29СМТ, это задачи воздух-воздух, воздух-земля. И в этом его основное отличие. Если предшественник в основном работал только по воздушным целям, то МиГ-29СМТ может решать все задачи, которые можно найти в воздухе и на земле. Сумма контракта на поставку самолётов, включая средства наземного обслуживания и контрольно-проверочной аппаратуры, составляет более 17 миллиардов рублей. От его выполнения будет зависеть поддержание боеготовности парка российских лёгких истребителей. МиГ-29СМТ – многофункциональный истребитель поколения 4+. Его конструкция позволяет по мере необходимости менять авионику и арсенал высокоточного оружия на более современный. Его бортовая радиолокационная система способна сопровождать до 10 целей одновременно. Дополнительные топливные баки существенно расширяют радиус применения самолёта. Система дозаправки в воздухе делает дальность полёта ограниченной только возможностями пилотов. Это самый современный комплекс, который есть у нас в стране. И, в общем, я очень хорошо знаю, что многие страны хотели бы его приобрести, но смотрят на Россию, как же она себя поведёт в решении этого вопроса. Думаю, что в ближайшее время в этом году сложится, и мы подпишем ещё один контракт уже на поставку самолётов МИГ-35 для военно-воздушных сил Российской Федерации. В перспективе корпорация МИГ готова поставить военному ведомству и самолёты поколения 4++. МИГ-35С – дальнейшее развитие хорошо зарекомендовавших себя истребителей с увеличенным сроком службы, улучшенной выживаемостью в бою, внедрением информационно-прицельных систем пятого поколения. Контракт на поставку 100 таких машин может быть заключён уже после 2016 года. Продолжение следует... Продолжение следует...